Продолжение следует... Здравствуйте! Я Ангелина Могилевская. Я представляю вам видеокурс Луизы Хэй, основанный на ее известной книге «Как исцелить свою жизнь». Этот семинар предоставляет вам возможность испытать на себе идеи и убеждения, которыми Луиза с любовью делится с вами. Я изучала этот курс сама и обнаружила, что теперь, можете поверить, в моей жизни все может быть другим. Этот семинар даст и вам возможность узнать больше о себе и начать исцеление своей жизни. Считайте, что это ваша личная консультация у Луизы. Здравствуйте! Я Луиза Хэй. Я здесь, чтобы поделиться с вами некоторыми новыми идеями, чтобы стимулировать ваше мышление и открыть новые перспективы. Давайте начнем с упражнения, что мы открыты и восприимчивы к новым идеям и новым взглядам на жизнь. Я всегда думала, как было бы хорошо, если бы такой предмет преподавался в школе с самого первого класса. Было бы полезно, если бы еще ребенком вы научились, как думать и как использовать свой разум. Как иметь положительную самооценку и самооценность, как иметь хорошее взаимоотношение, как быть хорошими родителями, как управлять финансами. Как было бы замечательно иметь целое поколение взрослых, которые бы знали эти вещи, эту истину. Вас учили этому в детстве? Думаю, что нет. Давайте сейчас поделимся некоторыми из этих идей, потому что никогда не поздно учиться. Это всегда правильный выбор. Я верю, что жизнь очень проста. Что мы отдаем, то и получаем. То, во что мы верим, становится правдой для нас. Наши мысли создают наш опыт. Любящий разум — это часть природы. Есть и энергия Вселенной, или мировой разум, или подсознание. Как хотите, так и называйте. Но для меня это сила, которая внутри и снаружи меня, которая превращает мои мысли в мой опыт. Я верю, что именно мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни. Каждой мыслью, каждым произнесенным словом мы создаем свой опыт, свое будущее. Каждую отпущенную мысль, каждое произнесенное слово слышит Вселенная и отвечает на то, что вы думаете, во что верите или что говорите без осуждения и критики. Она принимает нас, как мы сами себя оцениваем. Во что мы выбираем верить, становится правдой для нас. Видите ли, будучи маленькими, мы учимся у взрослых тому, что думать о себе и во что верить. Когда же мы вырастаем, у нас появляется тенденция воссоздавать такую эмоциональную жизнь, какую мы имели в детстве. Это не хорошо, не плохо, не верно, не неверно. Это просто означает, то, во что мы верим, это правда для нас. У нас есть склонность относиться к себе так, как наши родители относились к нам в детстве. Мы ругаем и наказываем себя так же, как они делали это. Вы даже можете услышать слова, если прислушаете их к себе. Мы любим и хвалим себя теми же словами, какими в детстве нас любили и хвалили. У нас есть стремление строить свои взаимоотношения с людьми так же, как их строили с нами наши матери и отцы, так же, как они относились друг к другу. Подумайте, сколько раз у вас в жизни были взаимоотношения с начальником, любовником, мужем, женой, так похожие на родительские. Мы не будем обвинять их в том, что все мы жертвы жертв. Они не могли научить нас тому, чего не знали сами. Если вы выросли в семье, где процветало зло, возможно, вы злой человек. Вы боитесь чужого гнева или боитесь выражать свой. Если вы выросли в страхе, ничего удивительного, что вы смотрите на жизнь через страх. Кроме того, я верю, что родители выбираем мы сами. Я думаю, что мы выбираем и реинкарнируем на этой земле в определенное время и в определенном месте. Это похоже на классную комнату, где мы должны учиться. У вас есть свои уроки, у меня свои. Я верю, что до того, как мы приходим, мы выбираем свой пол, цвет тела, страну и подбираем наиболее подходящих родителей, которые будут отражать наши проблемы, над которыми мы пришли работать. Мы выбираем этих людей как совершенное зеркало для нашей работы. Когда мы вырастаем, мы показываем пальцами на своих родителей и говорим, это вы со мной сделали. Но если мы сами ответственны за все в своей жизни, то винить некого. Все в совершенно божественном правильном порядке. Мы делаем все от нас зависящее по нашему разумению, знаниям и пониманию. Наша точка силы всегда в настоящем моменте. Мы создаем свое будущее своими мыслями и действиями сегодня. Мы хотим знать, что никакой человек, никакое место и никакая вещь не могут иметь над нами силы. Мы создаем все свои ситуации и обстоятельства своими мыслительными штампами. Затем мы отдаем свою силу, перекладывая ответственность на других, если все складывается не так, как нам хочется. Это относится к вам? Мы имеем то, во что мы верим, и что мы думаем о себе. Итак, какая из двух следующих идей верна для вас? «Люди меня преследуют» или «Все готовы мне помочь». Если вы думаете, что люди вас преследуют, то вы создаете соответствующие обстоятельства жизни. Если вы выбираете изменить свою мысль на вторую, то есть «Все люди готовы мне помочь», то куда бы вы ни пошли, люди всегда будут с удовольствием помогать вам. Разве не лучше думать так? У нас у всех глупые мысли о жизни и неверное верование о себе. У нас очень много строгих законов о том, как надо прожить жизнь. Однако мы ничего не можем сделать с прошлым. Все, что мы можем сделать, это только сейчас. Все, что с вами происходило до сих пор, вы создали своими мыслями, чувствами и убеждениями вчера, на прошлой неделе, в прошлом месяце, в прошлом году, 10, 20, 30, 40, 50, 60 лет назад. Однако, я повторяю, точка отсчета всегда в настоящем моменте. Это означает то, что вы выбираете думать прямо здесь, прямо сейчас. И это создает ваш завтрашний день, завтрашнюю неделю, месяц, год. Прошлое не имеет силы над нами. Точка приложения силы всегда в настоящем моменте. И мы можем начать быть свободными прямо здесь и прямо сейчас. Именно мы выбираем свои мысли. Хотя можем и сомневаться в этом. Но выбираем мы. Мне кажется, что каждый человек на этой планете, включая меня, страдает от ненависти к себе и чувства вины в той или иной степени. Чем этого чувства больше в нас, тем меньше работает наша жизнь. И чем меньше в нас этого, тем лучше работает наша жизнь. Почти все, кого я знаю, думают о себе. Я недостаточно хорош. И часто к этому убеждению мы добавляем, я недостаточно делаю, я не заслуживаю. Если мы искренне верим в своем подсознании, которое для меня находится прямо вот здесь, внутри, и твердим, я недостаточно хороша, я не заслуживаю, то нам действительно трудно создать жизнь, хорошую во всех отношениях. Независимо ни от каких обстоятельств мы имеем дело только с мыслями. Я не верю в силу внешнего влияния. Мы можем думать, что банкротство – это проблема. Я считаю, что проблема банкротства – внешнее отражение внутренней проблемы. Это внутренние мысли формы, которые создали подобный эффект. Я признаю, что мысли формы негодования, страха, вины причиняют нашей жизни больше проблем, чем что-либо еще. Даже на физическом уровне негодование, сдерживаемое долгое время, литературно говоря, съедает тело, может вызвать рак. Критика, испытываемая долго, может создать несчастье в виде такой болезни, как артрит. Глядя на скрученные артритом руки, мы практически видим в них критику. Страх может отразиться во всем, от лысины до болезни ног. А вина всегда создает боль. Вина всегда ищет наказание. Наказание приносит боль. Когда ко мне приходят люди, страдающие от боли, я знаю, что дело в мысли, в формах вины. Любовь, радость и прощение большие целители, они приходят из сердца. Сердце в теле представляет любовь, а кровь – радость. Нормальное здоровое сердце качает радость через наше тело, питая все органы и клетки, и создавая радостную, любовную атмосферу для работы клеток. Если сердце потеряло возможность выражать любовь и радость, прощение открывает дверь. Все наши проблемы от того, что мы обвиняем других и не берем ответственность на себя. Как я уже говорила, если мы сами ответственны за все, что происходит в жизни, то некого винить, даже себя. и любой внешний опыт – всего лишь зеркальное отражение наших внутренних штампов. Может быть, для вас это будет новый взгляд на жизнь, ибо многие люди любят думать, что во всем виноват экономика, жена, муж, начальник, отсутствие денег, все что угодно. Но все это лишь зеркало того, что мы думаем внутри. Например, если каждый человек вас всегда критикует, и если вы всегда повторяете «меня все критикуют», то я хочу, чтобы вы поняли, это ваш мысленный штамп – быть объектом для критики. Где-то внутри вас, и вы можете об этом даже и не знать, есть убеждение, и оно может идти с детства, что вы заслуживаете критики. Именно из-за вашего убеждения и этого штампа вы привлекаете в свою жизнь людей, которые вас всегда критикуют. Иногда вы притягиваете людей, которые обычно не настроены критически, но из-за вас, ваших вибраций, которые вы посылаете в окружающий мир, вы притягиваете их критику. Другая сторона этой проблемы в том, что если вы притягиваете на себя критику, вы сами, может быть, очень критичны, а то, что мы отдаем, то и возвращается к нам. Тогда критика, которую вы излучаете в окружающий мир или критикуете себя, отражается людьми вокруг вас. Самое первое, что я хочу, чтобы люди, имеющие проблемы, повторяли, «Я хочу изменить штамп в моем сознании, который создает эту проблему». Я хочу повторить, ибо это очень важно, когда у вас есть проблема, которую вы хотите изменить, вы говорите сами себе, «Я хочу изменить штамп в своем сознании, который создает эту проблему». Эта простая фраза начинает двигать ситуацию. Сила Вселенной, энергия Вселенной, любящий подсознательный разум постоянно отвечает на каждую вашу мысль и каждое ваше слово. Стоит нам только чуть-чуть изменить сознание, начинает меняться наш опыт. Это ваш штамп, это мой штамп. У нас у всех есть штампы, в соответствии с которыми мы живем и работаем. И, как я уже сказала, большинство штампов приходят из детства, когда нам было всего 3-5 лет. Это наши убеждения о жизни, наши прописи жизни. Однако мы можем изменить свое отношение к прошлому и к этим прописям жизни. Мы же не стоим на месте. Знаете, действительно глупо наказывать себя сейчас за какую-то боль в прошлом. Быть обиженным когда-то это одно, но продолжать наказывать себя за это очень печально и недальновидно. Сегодня важно растворить негодование, так как оно может причинить много проблем в будущем. Я часто говорю людям, делайте это, пока вам не угрожает нож хирурга, ибо тогда вам придется иметь дело еще и с паникой. Легче сейчас это сделать. У нас есть выбор быть беспомощной жертвой и верить, что все безнадежно. И если мы поверим, что Вселенная поддерживает нас в этом, тогда что бы мы ни делали, все тщетно. Видите, как мы могущественны? Наши мысли создают наш опыт. Если я думаю, что меня никто не любит, то я буду одинока всю мою оставшуюся жизнь, так как буду подтверждать свои убеждения. Я выберу изменить это убеждение на то, что меня окружает любовь и поддержка, то моя жизнь станет такой, более интересной и богатой. Моя жизнь становится зеркалом моего внутреннего опыта. Итак, то, что нам следует начать делать, это освободиться от болей прошлого, отпустить их и простить. В курсе чудес говорится, все болезни происходят от непрощения. Как только мы заболели, нужно оглянуться вокруг и понять, кого нам нужно простить. Это вовсе не означает, что нужно сочувствовать плохому поведению, ибо есть много людей, ведущих себя плохо. Но прощение, это означает освобождение наших мыслей от этого, освобождение себя и другого человека. Мы понимаем, что те люди, которые плохо к нам обращаются, тоже чувствуют боль, но они делают все от них зависящее, исходя из знаний и понимания в данной конкретной точке времени и пространства. Я узнала за все эти годы, что есть только одно, чему следует учить, это любви. Я учу людей любить себя и других такими, какие они есть, учить самоодобрению и самопринятию себя сейчас, ибо это ключ к позитивным изменениям. А это означает нет самокритики. Чтобы изменить жизнь снаружи, нам нужно измениться внутри, хотя бы хотеть изменить себя. Вам не нужно знать, как это сделать, нужно просто захотеть. Все сработает. Помните, на каждую вашу мысль, на каждое ваше слово отвечает Вселенная. В этот момент, когда мы говорим, что хотим, Вселенная удивительным образом начинает помогать. Она дает нам то, в чем мы нуждаемся. Внутри нас всегда есть часть, готовая измениться. Вот как мы создаем смысл жизни. Используя эти знания, вы имеете возможность находить новые идеи, чтобы работать. И каждый раз вы будете заглядывать глубже в себя. И каждый раз то, во что вы верили в прошлом обернется неоценимым сокровищем для вас в настоящее. Сначала надо решить, в чем проблема. Вы думаете, что вы знаете. Вам безразличен весь тело? Вы больны? Одинокий? Вам не хватает денег? Или отношения с кем-то вас не устраивают? Или вам не нравится работа? Или что-то еще? Но для меня это внешние проявления внутренних штампов. И если мы будем работать с внешними проявлениями, то, устранив одно, сразу же создадим другое, так как внутреннее убеждение все еще сидит там и говорит, что мы не заслуживаем одобрения на каком-то уровне. Безопаснее заглядывать внутрь. Давайте делать это вместе. Я попрошу вас взять ручку и бумагу. Наверху у страницы я прошу вас написать «Я должна» или «должен». И дальше продолжите эту фразу хотя бы 12 раз. Сделайте это. Я должна делать это. Теперь прочитайте каждое предложение со словами «Я должна». Мой вопрос «Почему?» Это не для того, чтобы указать вам на ошибку, а просто взглянуть на все по-другому. Вы можете сказать «Я должен вставать рано». А я спрошу «Почему?» Я хочу, чтобы вы нашли ответ внутри себя. Сделайте это с каждым предложением в списке. Если можете, сделайте это с партнером, что гораздо лучше. Запишите все ответы, и когда закончите, «Вернитесь ко мне, и мы пойдем дальше вместе». Я думаю, что слово «должен» самое неудачное в нашем языке. Каждый раз, когда мы используем это слово, мы заявляем, что мы неправы. Были неправы, сейчас неправы, или будем неправы. Я не думаю, что нас нужно делать неправыми. Нам нужно быть правыми, или хотя бы в позиции выбора, ибо вся жизнь — это выбор, и мы хотим знать это. Я взяла бы слово «должен» и бросила бы его в огонь или в мусорную корзину. Уберите его навсегда из своего словаря, замените его словом «могу», оно дает нам выбор. Правда, для вас было бы лучше что-то сделать, это всегда только ваш выбор. Если вы не делаете что-то, это по меньшей мере действительно ваш выбор. Теперь перечитайте свое упражнение, каждое предложение. И я хочу, чтобы в этот раз вы сказали, «Если я действительно хотела этого, я могла бы вставать рано утром». Тогда мой вопрос к вам, «А почему вы этого не делаете? Или не делали до сих пор?» Это не за тем, чтобы заставить вас почувствовать себя неправой, но взглянуть на свои надо и понять, что же вы чувствуете. Давайте повторим еще раз. «Если бы я действительно хотела, я могла бы». и вопрос, «Почему же не делаете?» Когда вы закончите упражнение, вернитесь назад. Скажите, чему вы научились? Многие из нас очень строги к своим должен. Мы устанавливаем строгие правила в своей жизни, большинство из которых мы или не хотим выполнять, или они нам не нравятся, или они нам не нужны. И мы часто обнаруживаем, просматривая этот список, что мы годами сердимся на себя за то, что не делаем что-то, что не хотим делать, или это была вовсе не наша идея, а чей-то долг. А может быть, вы не делали того, что должны, потому что боялись. И вы вовсе неплохой человек, а лишь испуганный. И это уже повод для другой работы. Я хочу изъять ваши должны из вашего списка полностью. То, что мы будем делать, это выбор. Мы можем сделать, если действительно хотим. А если не делаем, то вероятно, не хотим, да и не нужно. Давайте же не будем тратить попусту силы, не умолять себя больше. Одно это маленькое упражнение может многое показать о нас самих. Что же выбросить из вашего списка должен? Следующее, что нам нужно узнать, на какой ступени любви мы к себе находимся. Я не хочу говорить о тщеславии или высокомерии, ибо это не есть любовь, а лишь форма страха. Я говорю об уважении и признании того божественного существа, которым мы являемся. На что нам нужно взглянуть сейчас, так это на то, как мы не любим себя. И мы это делаем, ругая себя, критикуя, создавая себе боль эмоциональную и физическую. Мы плохо относимся к своему телу, едим плохую пищу, употребляем алкоголь и наркотики. Мы верим, что нас не любят. Мы сами не любим себя, откладывая дела на потом. Мы выбираем людей, которые к нам плохо относятся. Мы не любим себя, создавая смерть и трудности. А иногда у нас много способов не любить себя. Каковы наши пути нелюбви к себе? Подумайте о них. Запишите, пожалуйста, составьте полный список. Отрицание добра — это не любовь к себе, а мы это делаем различными способами. Способов нелюбви к себе великое множество. Однажды у меня была клиентка, которая носила очки и контактные линзы. Мы работали не над тем, чтобы улучшить ее зрение, но освободить старый штамп, который ослеплял ее. В один из сеансов произошел большой прорыв. На следующий день, когда она надела контактные линзы, они ей мешали. Она их сняла, ее зрение было в абсолютной норме. Она все прекрасно видела. Целый день она провела, говоря, «Я не верю, я не верю, я не верю». На следующий день ей пришлось надеть очки. Вселенная поддерживает все, что мы говорим. Добро приходит в нашу жизнь, а мы его отрицаем. Это пример нелюбви к себе. Мы отталкиваем добро. Иногда у нас бывает суетливый, брюжащий партнер, а мы думаем, что с нами что-то не в порядке. Или наш брак заканчивается, а мы думаем, что это наша вина, что это мы недостаточно хороши. А иногда мы раз или два встретимся с человеком, и он больше не звонит. И снова мы думаем, со мной что-то не в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok.